добрый день дорогие друзья итак вернемся к самому главному это к вопросам наших подписчиков вопросы детальные поэтому может быть кому-то они будут не интересны но для этих людей людей которые в общем то из этой категории то есть будущие студенты наши подписчики это может быть очень важно и поэтому даем этим вопросам приоритет стас спрашивает сколько реально надо денег на поездку в австралии имеется ввиду на учебу имеется ввиду на высшее образование но вообще мы не говорим о том сколько надо показать это достаточно просто это и считалочки и много раз мы об этом говорили сколько надо человеку я скажу где-то порядка 13-15 тысяч австралийских долларов в эквиваленте почему надо платить 7000 долларов в данном случае речь идет о магистратуре за первые полгода обучения необходимо заплатить порядка тысячи чем-то долларов вообще-то вообще-то 7250 то что 250 и со страховкой наверное где-то 8 с половиной с аппликейшн может быть 9000 билетом 10000 медкомиссия какие-то переводы но 10 с половиной тысяч соответственно ну я бы так не рискнул ехать если бы меня не было если если было бы меньше 13 тысяч я бы ехать не рискнул 13-15 тысяч для ребят принципе было бы достаточно я думаю что с этой суммы они бы как бы справились со всем обучением больше не надо ну сколько надо показать ну уже видели 35 36 37 тысяч семейный еще больше сергей спрашивает чем к и о к и лучше других если вы его проталкиваете студентам ну контакт это немножко негативная но я знаю что сергей ну достаточно позитивно относится ну как некоторым в некотором режиме вопросительного недоверия дело в том что к его я первое это то что конечно цена и к его я очень сильно на этом заостряет внимание что их цена обучение самое лучшее наверное в австралии я бы сказал не стоит наверно так сильно это отряд то что есть другие вещи это организационная культура где преподаватели обязаны быть близки к не только к агентам к студентам тоже и помогать наших студентов любят поэтому соответственно и помощь даже лучше но опять-таки в кайуай со среди я вообще предпочитаю бить не ладонью а кулаком то есть надо концентрировать все ресурсы на направлении главного прорыва вот кайуай у нас допустим уже по более сотни людей учились или учиться соответственно мы себе установили имя и этот авторитет кстати более положительный чем отрицательный он работает на всех нас что же это не использовать вот все остальное я думаю не так важно на 5 кайуай замечательные отношения с российскими украинскими властями то есть ездили в общем ты на выставку москву питер новосибирск и с генеральным консулом россии сергей борисовичем шипилом хорошие отношения великолепные отношения с украинским посольством поэтому как бы все это вместе но только кажется что это незначительно это значительно и тем более фактически в этой команде играя соответственно достаточно большой вес имеется поэтому вот кайуай лучше но это не говорю во-первых кайуай не дает все квалификации во вторых это сидней то есть есть другие варианты поэтому будем решать а никита спрашивает можно ли жить шаговой доступности от кое в целях экономии в принципе конечно можно но вы должны понять сети это деловой центр значит условия для жизни здесь или очень дорого или не очень удобно обычно снимают дорогие апартаменты и поселяют туда очень много студентов в вопросах удобства безопасности и так далее то соответственно что-то на бэкпекер напоминает ну я бы не сказал что это лучшие условия но это если вы не работаете если вы работаете то у вас уже место проживания место обучения место работы играет роль опять-таки есть у вас есть машина где вы ее будете парковать в сети это очень дорого то есть паркинг может стоить вам порядка 70 долларов в неделю соответственно это три с половиной тысячи вы будет только за паркинг отдавать вайбл не твой него я был то есть смотрите сами но как бы можно жить да можно жить и надо смотреть на ваш бюджет лиля спрашивает много слышала хорошего о жизни в холмстей что скажете вы я тоже слышал очень много но это от агентов агенты получают комиссионные вот я вам скажу допустим если вы заплатите за холмстей вам дают комнату где-нибудь в районе бунда и допустим за 300 долларов в неделю соответственно вы заплатите за 4 недели плюс еще пятое как плейсмент фи соответственно вы заплатите полторы тысячи если это разделить на 4 это уже под под 400 375 что ли доллара в неделю вам обойдется затем агент получит 25 процентов то есть 1200 и 25 процентов 400 долларов и 300 плейсмент фи ему идет то есть агент зарабатывает 7 на 700 долларов на этом поэтому они проталкивают и говорят что это он стоит так хорошо холмстей нету практически в сети это бандай норд шор какой-нибудь там плоды девай это это далеко кстати не не самый близкий вариант опять-таки люди которые живут здесь и сдают свои комнаты как бизнес поселяя у себя дома студентов это люди обычно жидноватые они на вас стараются экономить поэтому мой личный опыт был катастрофический я никому не пожелаю жить в холмстее есть несколько человек которые были довольны но опять-таки каждая лягушка или каждый кулик свой болото хвалит то есть людям может быть не очень удобно сказать что как бы они проиграли поэтому говорят ну было хорошо ну как бы сколько людей столько мнений гриша спрашивает брать справку прохождение действительной военной службы или не брать если мы говорим о государстве израиль то гриша брать надо и еще и очень очень хорошо финансами разобраться то есть с налоговой две таких и единственный кто может поставить вам барьер ну конечно финансы надо показать что касается прибалтики то очень даже желательно других стран не обязательно лишним не будет это показывает по крайней мере что вы отдали долг родине и где вы находились в это время то есть иначе вам придется объяснять что вы делали в течение сколько там полгода года полутора лет воля спрашивает когда станет лучше с получением студенческих вис в австралии уля я свое время говорил о свое рода синусуиде для нормальной обстановки нормальной экономики нормальной политики миграционной бывают спады и подъемы и наверное цикл где-то шесть лет пять шесть лет то есть каждые пять лет шесть лет мы имели пик вот на данный момент идет катастрофическое ухудшение этой ситуации связанная с тем что мы выйдем на определенный новый уровень более жесткий соответственно лучше никогда не будет но будет еще хуже а потом как сейчас может быть там или чуть хуже потом еще очень плохо и и плохо но намного лучше чем когда очень плохо вот то есть синусоида будет продолжаться и в общем-то и цикл будет такой пять шесть лет но сам уровень будет гораздо ниже таким образом ну скажем там по всем требованиям к критерию детей по отношению конкретной стране но как бы миграционные двери закрываются все равно щелочка всегда будет просто нам надо научиться пользоваться не широко открытыми дверями с консьержем застывшим глубоком пардоне а маленькая щелочка замочная скважина в которой мы будем пролазить но мы будем делать это в организованном порядке и будем считать что все нормально вот на этой положительной ноте я и закончу этот выпуск ребята я понимаю что этот эти ответы этот ролик был в общем-то сугубо индивидуальный но если вам такие ролики нужны ставьте лайки и под количество лайков я начинаю понимать лайков и дизлайков кстати в сумме я понимать начиная что ролик не безразличен вот эту вот тему надо поднимать если опять таки очень мало значит наверное вам это не интересно ставьте коменты и а вместе мы улучшим ситуацию с информационным как-то голодом лишимся этого голода то есть насытимся информация которая нам нужна для того чтобы приехать сюда в том числе и по учебным визам удачи 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 удачи